всем привет решил короче продолжить тему предыдущего видео дробовики сегодня рассмотрим варианты дробовиков класса премиум вот желтым цветом что выделено их всего у нас получается в нашем так скажем ассортименте из всех дробовиков только три таких это вот этот вальтер он у меня голый 0 прокача ни одного гаджета не стоит гаджеты на вальтер по 1100 будут стоить у нас ну да по 1100 получается значит характеристики вот его улучшение ну такой ниже среднего уровня дробовик чем могу еще сказать вот этот своеобразный такой своеобразное произведение искусства созданная руками разработчиков вот здесь тоже характеристики ну так себе гаджеты будут стоить по 600 будут стоить по 600 золота к нему вот а вопрос очень простой стоит ли вообще на эти премиум премиум дробовики тратить до по 600 там по 1000 золота тратить на них очки улучшения которые очень очень трудно собирать копить и очень трудно прокачивать оружие мы с вами будем выяснять и вот третий вариант у нас модель 1912 года и с еще худшими показателями вот они у меня абсолютно голые все три варианта без прокачив и без без гаджетов вот давайте пойдем на защиту штаба и вообще просто так скажем на лайте в свое удовольствие если это будет конечно удовольствием попробуем поиграть просто посмотреть как с ними будет двигаться наш персонаж как они будут целиться звук стрельбы и какая эффективность у них но начнем давайте самой низшей касты модель 1912 года получается тут у нас почти одни боты и мы видим что звук у него неплохо сделали разработчики а вот все остальное желает лучшего сейчас посмотрим удастся ли нам кого-нибудь убить да получилось ну такой весьма забавный я бы сказал так это не то что нам надо так это не так так это не так мы видим что с ботами он едва-едва справляется не забывайте что это он вообще без прокача да у нас поэтому можно так сказать он еще и тащат ладно перейдем к следующему варианту а в следующий вариант у нас вот это забавная вещица вот здесь уже чувствуется урон больше значительно возможно даже может быть не стоит всегда обращать на характеристики которые написаны заряжается интересно он так вот такой вот интересный агрегат у нас вот может быть не стоит обращать внимание на характеристики так как возможно они могут быть неправильными но посмотрите этот укладывает он гораздо лучше с ним по повеселее более азартно играть получается даже смогли напугать бота что он побежал прятаться за вагоны а это уже о чем-то говорит заряжается конечно он интересным образом да не хочу я тебя убрать ну какой вредный попался ну чё вот этот вариант был гораздо дробовика поинтереснее и более эффективный и остается нам вальтер протестировать или как он там по моему вальтер так вроде навскидку если то неплохо опять же тоже интересно заряжается за счет скорострельности все-таки сразу повышается эффективность до убивания я думаю слева на 24 качнуть в принципе он будет что-то похожее может быть на ри ремингтон 8 что-то очень близко к нему патрон не хватает но звук приятные у него да этот повеселей конечно но и вот предыдущий тот с таким барабаном тоже забавный но вот этот вальтер конечно по эффективней будет в любом случае вот ребят так что чё вот посмотрели показал вам поиграли чуть-чуть на них опять же все чего рассказывать сами все видели понятно что это там не топ и да но можно например вот это вот этим вальтером да также пользоваться или вот этим с барабаном с таким интересным дробовиком там выполнять контракты также ною конечно там соперничать там с игроками до рассматривать вот эти вот дробовики конечно нельзя да чтоб на таком чтобы он был главным оружием да и конкурировать там с другими там с какими-то донатными оружиями более сильными конечно они не смогут это понятно а так чисто контракты можно повыполнять но опять же конечно я не советую все это делать опять же мое мнение не считаю необходимым до вкладываться там в слабое оружие его прокачивать зачем тратить очки улучшения и все остальное единственное например и когда если я так делаю да я только делаю допустим вот зашло какое-то оружие вот прям вот ну вот понравилось допустим вот прям пусть она там даже слабое там или еще чуть но нравится вот бывает такое там как стреляет как там прицел нравится и как говорится на вкус свет товарищ нет тогда еще да можно чисто для души для настоя там для какого-то настроения своего да там взять какой-то такой дробовик и его закачать там полностью и играть время от времени просто когда основное оружие приедается иногда для разнообразия взять там поболтся вот в таком случае да можно еще взять а так это лучше конечно на это внимание не концентрировать свое а все-таки под накопить золото и взять тот же там либератор да вот этот четырехствольный там ну или может скоро и шериф этот будет за золото что-то уже такое брать с перспективой там на так скажем на два сезона вот так что вот ребят мое мнение такое ну вам надеюсь что то может полезное извлекли из нашего видео да вот вам всем удачи в игре побольше побед хорошего настроения как говорится вот и чё давайте прощаться всего доброго да до скорых встреч давайте до следующего раза счастливо вам вот 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 Продолжение следует...